25 миллионов новых авто годами гниют на свалках под открытым небом. Но автопроизводители даже не собираются их продавать и утилизировать. Цена на нереализованный товар уже входит в новой партии продукции мировых концернов. Вы всё ещё наивно полагаете, что автомобили производятся по заказу, и излишек производства – это всего лишь миф? Ну тогда сегодня я покажу вам официальную статистику, где вы убедитесь, что каждый год автомобили производятся в среднем на 2 миллиона больше, чем продаётся. Так скажите мне, куда же должны деваться эти непроданные автомобили? Может их нужно раздать бедным? Продать за полцены? Разыграть в телешоу? Нет, друзья, эти автомобили просто гниют под открытым небом, а все мировые производители, напротив, продолжают наращивать темпы производства. Несмотря на то, что автомобилей больше, чем желающих их купить. По официальной статистике, только за последние 18 лет было произведено 1 миллиард 25 миллионов с копейками легковых автомобилей. Грузовые и коммерческие мы даже брать с вами не будем. Даже если мы поверим, что на земле нас 7 миллиардов, то на каждого седьмого человека, включая младенцев, приходится по одному новенькому автомобилю. Но ведь до этого тоже производили авто, и далеко не каждый автолюбитель покупает себе новенький автомобиль каждый год. Соответственно, к этому миллиарду нужно прибавить еще кучу легковушек, произведенных в 80-х и 90-х, которые бороздят наши с вами дороги. Кому-то эта информация покажется абсурдной, но это официальная статистика и с фактами не поспоришь. Сегодня впервые будет опубликована статистика производства и продаж автомобилей. Будут показаны свалки новых авто, и, конечно, в описании к видео вы найдете все ссылки и координаты, чтобы проверить самостоятельно. Вы хотите узнать, почему, несмотря на излишек легкового транспорта, производители продолжают усиленно увеличивать темпы производства? И почему новенькие авто стали по качеству и долговечности в разы хуже, чем их предшественники? Тогда смотрите дальше. Чтобы скачать официальную статистику по продажам, вы можете вот на этом сайте, пожалуйста, чтобы статистику именно по легковым автомобилям, вот здесь можете скачать. Я скачал, выглядит она примерно вот так. Все на английском, конечно, по странам. И самое главное, что нам нужно, это вот итоговые данные. Я подготовил для вас нехитрую такую табличку. Давайте посмотрим. К сожалению, статистика по производству автомобилей есть с 99-го по 2017-й год включительно, а вот по продажам только с 2005-го. Поэтому я взял на себя смелость и среднеарифметическое высчитал, соотношение проданных и произведенных автомобилей друг к другу. И получается вот так вот, что за эти года примерно вот так еще 19 миллионов. Поэтому зелененькие – это то, что гарантировано из официальной статистики. Тут от меня ничего нет, а красненьким я выделил то, что вот я здесь высчитал. Как считал, вот, пожалуйста, вся информация. Вот здесь график продаж легковых автомобилей. Как мы видим, было 45 миллионов в начале где-то в районе 2005-го года, а к 2017-му дошло до 71 миллиона в год. И для тех, кто еще как-то сомневается и не понимает, я сделал даже график, где показано количество произведенных автомобилей – это красное, и количество проданных автомобилей – это зеленое. Все, соответственно, в миллионах. И посмотрите, с каждым годом этот разрыв становится все больше и больше. Мы здесь, конечно, говорим только по статистике за каждый год. Ведь миллионы непроданных автомобилей с каждым годом только копятся. Единственное, когда было наоборот, это 2009-й год, кажется. Сейчас посмотрим. Что вот, действительно, да. Произведено в 2009-м было 47 миллионов, а продано 55. И получилось так, что вместо остатка даже 8 миллионов старых авто скупили. Но во все остальные года мы видим, в районе 2 миллионов автомобилей остается неудел. Причем с каждым годом эта цифра все растет и растет. Статистика вещь упрямая, с ней не поспоришь. Поэтому выводы делайте сами, если эта информация оказалась вам интересной, полезной, может быть, впечатляющей, то поделитесь этим роликом с друзьями, поставьте лайк, напишите пару комментариев под этим видео и, конечно, распространяйте его. Пусть люди знают, что действительно автомобилей производится больше, чем продается. И что делать со всеми этими автомобилями? Кризис перепроизводства как бы получается. Просто бизнес. Ничего личного. Думаю, подобную фразу вы слышали не раз. Чтобы ее понять, давайте начнем издалека. Еще совсем недавно производители любых товаров старались сделать свою продукцию качественной и долговечной. Но капитализм, штука хитрая, это такая система, в которой должны постоянно открываться новые рынки. Или нужно банально увеличивать оборот денежных средств и товаров. А если товар будет надежный и не будет ломаться, скажем так, лет 10, то объемы производства будут снижены в несколько раз. И прибыль предприятия тоже. Поэтому первое, что сделали все мировые производители, просто стали банально делать некачественный товар, который будет ломаться сразу после истечения гарантийного срока, а то и раньше. Причем речь идет даже об элитных марках. На всех заводах есть секретный отдел, который специально рассчитывает основные узлы таким образом, чтобы они выходили из строя именно через определенное количество километров пробега. Такая же ситуация в других индустриях. Например, сравните чайники, которые служат уже лет так 15-20, и тот, который вы купите сейчас. Хорошо, если он прослужит вам хотя бы один год. Но чтобы вся капиталистическая система не схлопнулась, пришлось прибегнуть к еще одной маленькой хитрости – моральное устаревание товаров. Ваш компьютер еще работает, но вот новые игры и приложения к нему уже как-то не особо подходят. То же самое с телефонами. Каждый год выходит новый смартфон, и ты должен бежать за новинкой. Или отстанешь от жизни. А старый комплектующий к ПК просто несовместимы с новыми разъемами, хотя электрическая совместимость сохраняется. Такое часто делает компания Intel с новыми сокетами и процессорами. Я думаю, вы про это и так слышали. Но разве не выгодно снизить объем производства, сделать качественные, долговечные продукты и при этом поднять цену в несколько раз? Это логика простого обывателя, а там небожители. Вы забываете, что это в первую очередь бизнес. Чем больше ты производишь, тем дешевле каждая отдельная единица продукта. И больше маржа. Если вы постоянно повышаете темпы производства, в вас больше вкладываются инвесторы и акционеры. Стоимость акций на рынке растет, и компания продолжает оставаться на плаву. А если темпы производства падают, то стоимость акций идет вниз и уходят инвесторы. И такая ситуация во всех индустриях. Также не забывайте, кто владеет всеми транснациональными корпорациями. Конечно, это банки. А такие центральные банки, как ФРС, могут печатать доллары в неограниченном количестве. Поэтому для них финансовая прибыль не является целью. Но это тема отдельного разговора. Ну что, уже готовы посмотреть эти свалки вживую? Тогда поехали. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Трошин. Никому не верьте на слово. Проверяйте все сами. Ссылки для проверки я привожу в описании. Пока.